Продолжение следует... Продолжение следует... Данное дополнение к материалам дела... Значит, судя по тому, что суд увидел перед судебным заседанием, вы увеличили требования в части взыскания судебных издержек, да? Почтовые расходы и расходы по оплате ваших услуг представителей увеличена сумма и компенсация за фактическую потерю времени. Да, и доверенность. Плюс доверенность еще. Суд принимает данное дополнение. Индокодательство имеется? На данный момент нет. Так, хорошо. Тогда обсуждается. Ходатство продолжит при данной явке. Возможность рассмотрения дела, прошу. Не возражаю. Считаю, что нужно закончить уже рассмотрение данного дела. То есть полагать возможно? Да. Отвечу полагать возможно? Да. Хорошо. Присаживайтесь. Суд определил продолжить рассмотрение дела при данной явке. Накладываются материалы дела. Первоначально обратился суд с иском общества с ограниченной ответственностью к электорской агентству Фабула. Просил взыскать денежные средства по договору займа. В ходе судебного разбирательства был предъявлен встречный иск о признании договора незаключенного применения последствий неучтожной сделки. и, соответственно, в обосновании которого в том числе указали о том, что не заключался договор при заявленном публике стороной исца по первоначальному иску. Прошу, сторона ответчика, поддерживаете ли Ваш встречный иск? Возражаете ли Вы против первоначального иска в полном объеме, в честь? Поддерживаем наш встречный иск. Полностью возражаем по поводу первоначального иска. В дополнение даже ссылаемся на то, что на данный момент есть обстоятельства, которые исключают участие Фабулы в данном деле, поскольку, насколько нам стало известно, договор, оспариваемый данным судебным заседанием, отозван. И, соответственно, было подано заявление в правоохранительные органы, чтобы установили факт мошенничества, кто конкретно производил данные операции. Установлено, что операции производились согласно IP-адресу вообще из другого города, Санкт-Петербурга, хотя мой доверитель проживает в городе Мурманске. В данном случае веб-банкир сомневается в том, кем были внесены персональные данные моего доверителя, кто вообще осуществлял эти действия. В таких обстоятельствах наш встречный иск подлежит удовлетворению. Первоначальный иск был заявлен по договору цессии, который частично уже недействителен в части договора займа, о котором идет речь. Соответственно, оснований для удовлетворения исковых требований фабулы не имеется. Это никак не влияет на правоотношения моего доверителя и веб-банкир, если таковые имеются, либо не имеются. Ну, в частности, если речь идет о неосновательном обогащении, то есть если вдруг по какой-то причине могли деньги там куда-то поступить. Но это нужно еще выяснять, это предмет другого судебного разбирательства. Спасибо. Да. Отвечек, что-то желаете дополнить? Нет, в один. Хорошо, спасибо. Присаживайтесь. Сделал 125. Письменные пояснения о коллекторское агентство ФАБО от 17 января 2023 года. Ознакомлены с данными пояснениями письменными? Да, ознакомлены. Ознакомлены. Видели ходатайство о привлечении веб-банкир, Тинькофф-банк, участие в деле в качестве третьего лица, неизвляющего ваше мнение? Веб-банкир и так уже участвует. Тинькофф, я считаю, нет в этом необходимости. Ответчик поддерживает мнение нашего представителя? Представитель. Стоит определенную указанной части представителю о коллекторское агентство ФАБО отказать, поскольку веб-банкир является соответчиком по встречному иску. Тинькофф-банк в данном случае никаким образом не затрагиваются права и обязанности. Далее ли сделал 133, ответ веб-банкир от 17 января 2023 года. Страна ответчика ознакомлены с ответом? Да, ознакомлены. Как раз на него мы и ссылаемся. Получили все копии, все документы, которые приложены, все имеется, достаточно времени было. Так. Хорошо. Спасибо, присаживайтесь. Представлены пояснения со ссылками на закона, обстоятельства перечисления денежных средств. В ходе внутренней проверки устану, что 7 сентября с использованием персональных данных на официальном сайте информационной и телекоммуникационной сети интернет, зарегистрирован личный кабинет, в котором в тот же день оформлен договор на сумму 9000 рублей 17 февраля. В связи с неисполнением договорных обязательств общества уступило право требования ООК Олекторское агентство ФАБУЛА договор сессии номер 17 дробь 02 указывает о том, что абонент к социальным сетям не привязан согласно мобильному приложению к держателям банковской карты, на которую предоставлены заемные денежные средства, является Денис М. АйП. Адрес относится к диапазону Санкт-Петербурга. Однако клиент зарегистрирован в Мурманске. В результате проведенной проверки обществом определить правомерное заключение договора представляется возможным только по результатам доследственной проверки. Обществом подготовлено направлено заявление. просят рассмотреть свое отсутствие. Ответ мобильной компании Вилайн в адрес суда о принадлежности абонентского номера последней цифры 42.11 до 14 ноября 2021 года данный абонент абонентский номер был зарегистрирован за масло Дениса М. Анатольевича, после чего произведена смена мобильного телефона. Вопрос или пояснение? Нет, вопрос по поводу вот этого документа. По-моему, его нет. Стребовались, куда он будет? А, говорю, у нас нет. Мы не ознакомились с ним. Пожалуйста, вы вправе ознакомиться. Вам необходимо время? То есть поступили какие-то еще документы последовало нашего следовательства? Пожалуйста, вы вправе с меня ознакомиться. Я просто не знал, я думал, что ничего не поступило. Тогда у нас просьба ознакомиться хотя бы 5 минут, чтобы посмотреть те документы новые, которые поступили. Судебное заседание выявляется 10 минут. Судебное заседание продолжено. Все, ознакомились? Да, ознакомился. Спасибо. Дополнение имеется? Да, ваше честь, у меня есть вопрос моему доверителю. Пожалуйста. Мы сейчас ознакомились с этим документом из Билайна. В связи с этим возник вопрос. Скажите, пожалуйста, так. В июле-августе 2021 года вы теряли свой телефон? Может, там кража телефона была? Что-нибудь? Я был утерян телефон на северном проезде. На улице. Все по северному. Поскользнулся, упал ее. Он умер, потерялся. Когда его потеряли? Помните точную дату? Ну, не точную дату. Не могу сказать. Когда? Июль, август, сентябрь, октябрь, март. Не помню, но после этого номер сменил. После этого номер сменили? Сразу сменили номер? В ближайшем времени. А в связи с чем смена была номера? Мало ли кто там позвонил с моего телефона. А, то есть поэтому, да? Хорошо. Спасибо. Еще дополнение есть? Да, я хотел бы обратить на вот эти моменты. Из той справки, которую оператор сотовой связи предоставил, следует, что номер телефона с окончанием на 211 у Дениса Анатольевича появился с 4.06.2018 года, когда был заключен договор. 28.08.2021 года, то есть в конце августа, появился у него другой номер телефона. Была произведена смена номера телефона. Окончание 682. При этом вот этот номер на 211, который заканчивается, он не был заблокирован. Он перестал обслуживаться с 14.11.2021 года. Как раз вот в этот промежуток был на сайте, либо там в приложении, как пишет веб-банкир, выносились персональные данные. И якобы приходило смс-подтверждение на этот номер телефона 7 сентября 2021 года. То есть в тот момент, когда этого телефона уже физически не было у моего доверителя. То есть он уже пользовался на тот момент номером телефона с окончанием 682. А номер на 211, он уже был переоформлен на этот номер, который сказал, на 682, но еще не заблокирован. А заблокирован он уже был 14 ноября 2021 года, когда Денис Анатольевич еще раз переоформил номер телефона на 535 заканчивается. И именно тогда он и заявил, чтобы заблокировали тот номер телефона или отключили как-то так. В период, когда был, по мнению веб-банкир, включен договор, сим-карта у моего доверителя не находилась. Она была переоформлена уже на другую сим-карту, на другой номер. Сами операции, которые осуществлялись, они по IP-адресу происходили из Санкт-Петербурга. А Денис Анатольевич проживает в городе Мурманск. Вы уезжали куда-нибудь в 21-м году из Мурманской области? Нет. То есть он находился здесь. Здесь все основания полагать, что по утерянному номеру некое лицо, возможно, нашло этот номер, произвело определенные действия. Когда человек теряет свой номер телефона, на который может быть завязано очень многое, просто многие люди этого недооценивают и очень поздно заявляют о том, чтобы блокировали номер телефона. Вот Денис Анатольевич, видимо, немножко задержался. И человек, который каким-то образом получил эту сим-карту, он воспользуется этой ситуацией и, возможно, совершил вот эти действия. Как будто я на это хотел обратить внимание. Потом, на какие вот моменты. Потом еще такой момент. Деньги, которые поступили, они поступили, согласно информации от Тинькофф банка, на дополнительную карту. То есть, я так предполагаю, что Денис Анатольевич в свое время, может быть, и оформлял дополнительную карту. И, возможно, его также потерял с этим номером телефона. Ну, возможно. То есть, я к чему это говорю? О том, что деньги, даже если поступили на ту карту, то, возможно, просто таким образом кто-то, третье лицо, перевело деньги, может быть, рассчиталось за какие-то услуги. Потому что, ну, какие деньги могли там поступить, неизвестно. Денис Анатольевич на тот момент не мог знать о том, что на него заключен договор. О том, что на него заключен договор, он узнал после того, как получил судебный приказ. Вот с этого момента мы начали разбираться. Скажите, пожалуйста, ваш доверитель этой карты Тинькофф вообще пользуется? Вы пользуетесь этой доверительной? Ну, мне давно кажется, Тинькофф уже нет. Ну, пользуетесь вы ее? Нет. Не пользуетесь? А в связи с чем вот оно у вас оформлено? Когда вы ее оформляли? Дебетовая карта была, какое-то время пользовался, но перестал. А когда перестали пользоваться? Да, ну, уже не знаю, может, попало. Больше, не знаю. А что у вас там на счете? Вы что-то уточняли, выясняли, смотрели? Там 2-3 рубля оставалось, и все, и перестал пользоваться. А когда платежи? Пытался закрыть, и они говорят, не надо, оставь, ну, я просто выкинул, разрезал, выкинул. Я хотел бы обратить внимание, что вот, особенно банк Тинькофф, подобные банки, они очень неохотно расторгают с клиентами договор, то есть вот эту карточку аннулируют и тому подобное. Поэтому лучший способ подождать, когда окончится срок действия карточки, и просто ее не переоформлять. Вот, к сожалению, такая история. То есть, получив однажды карточку, от нее отказаться практически невозможно. То есть, теоретически, да, клиент может в любой момент отказаться от договора банковского счета, но фактически это сделать невозможно. Так же, как отказаться от услуг Ростелекома. Звонишь и разговариваешь с автоответчиком, и все. И никак не отказаться. Просто я хотел на это обратить внимание, что в свое время была карточка оформлена, возможно, там он ее порезал, выкинул. Не знаю, как дальше она была использована. Кем была использована, с какой целью. То есть, хотел обратить внимание на следующие моменты, подтверждающие, что данные операции по введению персональных данных на сайте, либо в приложении, мой доверитель не совершал. Подтверждаются тем, что эти данные вводились с IP-адреса города Санкт-Петербурга, а не города Мурманска. Первый момент. То, что на момент вот этих операций Денис Анатольевич не имел этого мобильного номера в своем распоряжении. Он был утерян, что подтверждается, в том числе, выпиской от оператора связи. И также подтверждается, что Денис Анатольевич не пользовался карточкой тем, что деньги поступили на дополнительную карту. То есть, помимо основной карты, была выпущена дополнительная карта, которая могла быть передана родственникам и так далее, которая впоследствии могла просто по ненадобенности быть порезана, уничтожена, увидена, потеряна и так далее. То есть, я хочу обратить внимание, что вот эти моменты в совокупности доказывают, что он эти операции не производил и договор не заключал. Прошу как бы это суд учесть, потому что доказывать, что, как говорится, мы не верблюда, очень тяжело, потому что, с моей точки зрения, доказать факт заключения договора и совершения всех вот этих действий должна противоположная сторона. Вот на данный момент сейчас депутаты Государственной Думы обсуждают вопрос, чтобы вообще запретить онлайн займы без личного присутствия в офисе заемщика. Я считаю, что это правильно, потому что в наше время очень много мошенников, которые любым способом получают персональные данные, там, паспортные данные. Да, кстати, тоже хотел бы обратить внимание, что как раз мой доверитель, опять же, в этот же промежуток времени менял свои паспортные данные. Тоже это, возможно, как-то повлияло на утечку его персональных данных. То есть, очень много вот этих вот нестыковок и в совокупности говорит о том, что, к сожалению, кто-то воспользовался помимо него и совершил эти операции. И уточните, пожалуйста, Вами заявлены судебные расходы, в том числе за фактическую потерю времени в размере 4 тысяч рублей. Обоснование, пожалуйста. Мы исходим из следующего, что, несмотря на то, что дело шло очень долго, мы берем только два последних дня. Это сегодняшний день и вот предыдущее судебное заседание. То есть, по 2 тысячи за каждое судебное заседание. То есть, заседание уже в районном суде. Да, в районном суде после того, как, по нашему мнению, проектовское агентство Фабула знало о том, что договор оспариваемый отозван. То есть, Фабула не несет никаких потерь. Все, она вернула обратно договор, им вернули деньги. И веб-банкир, уже правоохранительный орган и заявляет, что он понес ущерб. Не Фабула, а он понес ущерб. То есть, в принципе, если и будет надлежащим ИСОМ по первоначальному иску, то это уже явно должен быть не Фабула, а веб-банкир. Но веб-банкир никаких требований не заявляет, более того, просит рассмотреть в отсутствии по встречному иску. И уточните, пожалуйста, еще раз, вот отозван, это вы где увидели? Так, это написано, сейчас вам скажу конкретно. Есть заявление от 28.11.22 года. Которое владел полицию. Да, да. На второй странице, второй абзац. 25.11.2022 года в связи с поступившей копийского вызывания масла ДА в судебный участок номер 5 Вениска судебного района города Муловска при изменении договора взаима незаключенным и нечисленности исков коллекторского агентства Фабула последнего взыскания долга по договору взаима. Договор такой-то, от такого-то числа, возвращен из продажи обратно в общество. Таким образом, ущерб в результате мошеннических действий причинен ООО, МФК, Вебанкир. То есть, вот. У вас-то соответствующих ходатайств нету? Соответствующих у вас ходатайств нету на настоящий момент? Ну, Ваша честь, вот с точки зрения, скажем так, того, что коллекторское агентство Фабула об этом никак не говорит, что очень странно, конечно, нужно эту информацию подтвердить. То есть, я так понимаю, это отзывается каким-то документом, там, как минимум письмо, соглашение, там, как у них это все предусмотрено. На данный момент это, скажем так, просто слова в заявлении о совершении преступления, предполагаемого. В том числе и не в адрес суда. Да, и в том числе и не в адрес суда. Ну, исходя из этого, конечно, я вынужден буду сейчас ходатайствовать все-таки уточнить эту информацию, то есть запросить. Почему? Потому что это имеет огромное юридическое значение. Потому что мы на этом основываем конкретный довод о том, что дело не может рассматриваться с участием Фабулы, если это правда. Если договор был отозван, если ущерб был причинен веб-банкиру, то при чем здесь, извиняюсь за выражение, коллекторское агентство Фабула? Причем это было сделано, как я говорил, еще в 22-м году. Поэтому я считаю, что нужно уточнить все-таки на данный момент, отозван этот договор или нет. То есть прекращена ли, по-моему, часть ЦАП? Хорошо. Отвечу. Ваше мнение поддерживается. Так, и уточните, пожалуйста, по вашим возражениям, вы ссылаете на IP Санкт-Петербурга. В этой части какие-то ходатайства имеются? По использованию телефона. В момент заключения по IP-адресу, который зарегистрирован по Санкт-Петербургу. Ваша честь, мы, скажем так, не правоохранительные органы? Тогда на обсуждение ставят необходимость истребования сведений IP-адрес, вот этот вот, с которого осуществлялось открытие личного кабинета и на который приходили в том числе пароли по оформлению. о необходимости истребования местонахождения, в том числе абонента, в момент, когда происходило заключение электронном виде договора. Логично, конечно, получить информацию не только на словах от веб-банкира. Он мог написать ей, что IP-адрес умный или еще что-то. Ну, мнение. Если суд запросит данную информацию, есть возражения? Я возражаю. Я тоже считаю, что нет мне в этом необходимости. Потому что я не заключал никакого договора. Ваша честь, я считаю, что на самом деле нет необходимости, потому что, опять же, это ничего не доказывает, какой это адрес. Это просто как мы показываем, как совокупность вот этих маленьких обстоятельств, которые свидетельствуют о нашем доводе, что мы этого не делали. В данном случае противоположная сторона не заявляет таких ходатайств. Я еще раз хочу, Ваша честь, обратить внимание, что все-таки суд – это не тот орган, который должен за какую-либо сторону собирать доказательства. Суд услышал вас, присаживайтесь, пожалуйста. Если нет доказательств со стороны, что это делал именно мой доверитель, соответственно, не надо за них пытаться собирать доказательства. Более того, из документов, которые нам предоставили, мы усматриваем, и сам веб-банкир усматривает, что невозможно установить конкретное физическое лицо, которое вводило персональные данные и совершало вот эти действия. Ваша честь, я еще хотел бы обратить внимание на простую нюанс. Если мы берем договор адреса, реквизиты и подписи сторон, мы видим, что здесь нет полностью персональных данных, а именно дата, кем выдан паспорт. Я зашел на сайт веб-банкира и ввел просто левые данные. Иванова там такая-то, то есть придумал все данные, паспортные данные, все, номер телефона, все-все придумал. Я дошел полностью всю регистрацию до последнего пункта, до момента, когда была выслана смс-ка на неизвестный номер, ну то есть, на который я придумал. Дальше, естественно, поскольку я не смог, не могу подтвердить, у меня этого телефона нету, и на этом у меня закончилось. Ну, все эти операции, я все это сделал на скрине. Я это к чему говорю о том, что никакую идентификацию по договору Киви-банк, никто ничего не делает. Потому что, если бы они делали идентификацию, как там указано, что там списывается от 1 до 10 рублей, вот эти операции. Но если мы смотрим по счету банка Тинькова, там этого ничего нету. Никаких операций не было, рубль списать, рубль вернуть и тому подобное. В заявлении ссылаются на то, что с Денисом Анатольевичем якобы кто-то разговаривал по телефону, даже есть фотография с его паспортом, что уже само по себе говорит о том, что я очень сильно сомневаюсь, что вот этот договор является действительным, что он не сфальсифицирован. Потому что никаких фотографий Денис Анатольевич, увы, банкира не делал, никаких телефонных разговоров он с ними не вел. И возникает вопрос, откуда у них эта информация, соответствует ли это действительности, и как оно вообще привязывается к этому договору. Потому что у меня есть основания полагать, что в данном случае именно микрофинансовая организация занимается мошенничеством путем скидывания денег на счета людей, имея базу данных персональных. И потом обращаются в суд через какое-то время и взыскивают деньги уже 150% сверху. Хороший бизнес. Давайте по предмету спора у вас все. Ваша честь, я просто хочу обратить внимание. Я не знаю, по какой причине, может быть, люди стали меньше открывать счета в банках, либо еще что-то. Но сами банки начинают искусственно открывать счета. Давайте вернемся к нашему предмету спору. У нас не банки, а конкретно коллекторская компания Фабла. И здесь микрофинансовая организация. Да, считаю, нужно очень критически относиться к им утверждению, что у них включен договор тем-либо. И очень тщательно это должно быть подтверждено и доказано. В данном случае то, что это не так, подтверждается с нашей стороны нашими объяснениями и теми доводами, которые я прием. Очень много вот этих вот непонятных вещей, которые говорят о том, что на самом деле договор сфальсифицирован либо третьим лицом, либо самими же сотрудниками этого веб-банкира. Я больше склоняюсь к тому, что именно сотрудниками веб-банкира. Но, возможно, тем человеком, который обнаружил номер телефона и вот это все сделал. Но я говорю, я больше склоняюсь, что это делают непосредственно сами работники микрофинансовой организации. Хорошо. Возвращаемся к ходатайству о запросе, сведении об отзыве договора в части именно договора с ответчиком. Какие-либо иные ходатайства еще имеются? Нет. Что-то где-то еще необходимо запросить сюда? Нет. Ответчиков? Нет, только это. Хорошо. Просто определим. С целью полного всестороннего рассмотрения дела по существу, всего статьи 57 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, забросить у коллекторское агентство Фабула, о веб-банкир, сведения об отзыве договора микрозема, переданного по договору цессии и раненого заключенного с ответчиком, об обстоятельствах которых веб-банкир указывает в своем заявлении в правоохранительные органы. Дата судебного заседания обсуждается 14 февраля 14.15. Странам удобно? Да. Ответчик? В 14 часов 15 минут 14 февраля в помещении Ленинского районного суда города Мурман сказал судебное заседание номер 9. Что я напоминаю, присаживайтесь, напоминаю право ознакомления с аудиопротоколом протокола судебного заседания, принесение замечаний, восстановленный законом срок 5 дней со дня подписания протокола. Судебное заседание закрыто. Судебного заседания